Думается в конце лета, когда все природные краски расплещутся в буйстве цвета и запестреют роскошные георгины, достигнет своего апогея каждый садовый цветок, усадьба крайновых и вовсе превратится в райский уголок. Ну и теперь от увиденного дух захватывает. Здесь, смотрите, фонтан с лебедями белыми, а совсем рядом лебеди черные. Там затаюсь и сторожила бассейна дракон, а роскошная грива льва, представителя зоны отдыха сафари, так и сияет на летнем солнце. Неповторимую атмосферу уюта и гармонии благоустройство приусадебных участков носит поделки своими руками. Добавить креативности и неповторимости саду можно при помощи подручных материалов, делится хозяйка Татьяна Михайловна. Для этого необходимо приложить немного усилий, терпения, времени и фантазии. Мне лично интересно, если мы здесь живем, чтобы было, когда выйдешь, радовал глаз. Хотелось оформить так свой двор, чтобы был уголок. Например, там морская тематика, там у нас как бы сафари, а здесь разлужайка царства Бабы-Яги. Такое, чтобы могли приехать друзья с детьми, внучки приедут или внуки большие хоть. Но интересно же тоже подойти, пофотографироваться, посниматься или даже полежать, поиграть. Это вот мне. А мне самой нравится. Наверное, из детства я еще не вышла. Кто в сказке давненько не бывал, добро пожаловать в гостях у сказки от Татьяны Крайновой. Вот этот домик очень-очень давно я хотела. Сначала все уговаривала, говорю, сделаем, сделаем. Пообещала. И вдруг стала искать Бабу-Ягу для этого домика, нигде не могла найти. Племянница аж с Ярославля привезла. Сообщает. Я говорю, Бабу-Ягу тетя Таня купила. Я прихожу и говорю, Бабу-Яга уже есть, а домика нету. И Володя давай суп делать. Очаровательная полярная сова, стоит сказать, сделана из обыкновенного камня. Оказывается, много полезных и интересных поделок, в том числе мозаики и панно, можно сделать из крышек от пластиковых бутылок. Такими аппликациями, которые неизменно повышают настроение, можно украсить и заборы, и стены домов, и разные дачные постройки. В журнал «Тысяча советов» пришел, и там поделки мужчина сделал весь дом, почти что из картины, обид весь дом, вот так лучше сказать, именно пробками. И все это картинами. И мне так понравилось. Я давай вот уговорю, все друзья наши собирают нам пробки, дети собирают пробки. И я думаю, ну если люди могли это сделать, то и я решила попробовать. Первое набило петухатым. Получилось это самое, понравилось. Потом копили, где-то 400 с чем-то на дельфина ушло только синих пробок. Мне нужно было это всех. Да не маю, мне надо синих пробок, пейте пиво или что-нибудь с синими пробками. Поставщиками материала для оригинальных панно стали все друзья и родственники нашей мастерицы. Не хватало еще кремовых крышек. Вечером поступило очень много. А то Августа Федоровны Покровской. Это вообще чудо моя поставщица. Сейчас она уехала на Байкал на отдых. И вот три дня там она пробыла. И с оказией посылает мне полмешка этих. Триста с чем-то пробок сразу поступило. Разных, конечно. Она говорит, я как показала твои картинки там на базе отдыха. Мне теперь, говорит, все несут пробки, где бы они ни были. А началось увлечение Татьяны Крайновой с оформления газонов. Ведь красивые цветники радуют глаз, даже если цветов еще или уже нет. Теперь настроение поднимают оригинальные тематические композиции. Например, сектор сафари, первым обладателем которого стал забавный слон. Зимой нарезала все для пальмы. Обожгла вот эти вот бутылки, все. И мы оформили вот эту песочницу, чтобы было как бы для детей интересно. Навешали бананы, хотя бананы не вешаются на пальмы. Но мы разыгрываем ребятишек среди искусственных бананов. Вешаем настоящие бананы. Потом ребятишкам говорим, идите сорвите там, которые мягкие, спелые бананы. И они приходят, такие радостные, визжат даже, что увидели там спелый хороший банан. Особым добром и каким-то уютом веет от сектора, заведует которым лесовичок. И вот мы сделали такого из пенька. Друзья были у нас в гостях. Я показала картинку. Они уехали. И вдруг звонят, мы говорят, сейчас к вам подъедем. Они съездили в лес. Нам вырубили и себе вырубили вот по такому пеньку. Муж, конечно, там сучки убрал. И мы сделали вот такого лесовичка. И я решила его здесь именно сделать. Это его как бы хозяйство. Фантазия в создании оригинальных поделок и композиции безгранична. Идеи того или иного дачного чуда в основном черпаются из интернета. Но ведь и сделать задуманное надо с терпением, скрупулезностью и особым настроением. Хочу рассказать, если кто-то даже захочет такое взаиметь, клумбу. Очень оригинально. Мне очень тоже понравилось. Обычное колесо вырезать, нарисовать. Это любой даже может. Муж сделал коромысло. Искала это коромысло. По деревням своим друзьям всем звонила. Может, у кого-то завалялось настоящее коромысло. А он говорит, да я тебе сделаю из палки. Сделал вот такое коромысло. Посадить лианы. По низу можно любые цветочки посадить. И вот эти лианы до конца лета, надеюсь, оплетут полностью. И она будет в красивом зеленом сарафане. Я для этого и делаю, чтобы вот вышел сюда, отдыхал глаз, журчит фонтан, красивые подделки. И вот все, что люди приезжают, кто сюда заходит. С удовольствием здесь бывает. И главное, уезжает под таким впечатлением. Ой, как здесь здорово. Увлечений у нашей героини много, как и друзей учит и край новых предостаточно. Гости к супругам, бывая до 20 человек, наведываются часто. И, конечно, делятся с мастерицей своими находками. По увлечениям, как-то приехали козловы, подарили курочку вязаную. Я увлеклась вязанием курочек пасхальных. Также дочка увлекалась иконой, бисером вышивала. И она вышивает еще и крестиком. Я увлеклась так же, решила детям в этот год всем по иконке вышла. Кроме этого, нашим святых вышло тоже все бисером. Плетением ковров, кружков дорожек из простых пакетов, маечек. В ближайших планах мастерицы сделать из пробок второго дельфина, чтобы была пара. Готова заготовка розового фламинго. Парочка фламинго также поселится в зоне фонтана. Ослика, типа с арбой, тоже из бутылок поделка там стоит. И опять же из крышек выбить. Есть Санта-Клаус, но я не хочу Санта-Клауса. Я попрошу мужа опять найти запрос на Деда Мороза. Сделать, раз елка там есть, то Деда Мороза еще новогоднего сделает. Ну и пока все. Если люди захотят что-то поучиться и увидеть, не знают где брать, и что-то понравится из моих поделок, пожалуйста, пусть обращаются, телефон нужен будет. А так Саянская деревня, 4-я улица, 70-й дом. Пусть смотрят, может быть, кому-то поделки какие-то перенести себе захотят. Пожалуйста. Я всем пожелаю, чтобы для души, для настроения, для такого, чтобы не только огород, 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 огород и на нем там работать и света белого не видеть, а вот именно, чтобы для души посидеть, вот как у нас фонтанчик, столы все, посидеть, отдохнуть. Она для радости, вот дача. И чтобы люди так же их захотели, чтобы у них было. У супругов Татьяны и Владимира Крайновых четверо детей и пятеро внуков, старшему из которого 26 лет, а младшей ценительнице бабушкиных художеств – пять. Кстати, приезд съемочной группы отразится в документальном источнике, ведь наша героиня ведет своеобразную летопись событий. Займили эту дачу, я начала обязательно писать каждый год. 2003 года вот дача находится, и у меня идут, как я называю ее, амбарной книгой. Все, по крайней мере, какие-то даже записи делаю вот такие значительные. Когда посадила, когда высадила, когда подкормку сделала, когда какие-то мероприятия происходили здесь. Даже вот о поделках, когда я их начала делать. Вот такая замечательная семья живет в нашем славном городе. Нам оберегов заморских не надо, настолько хорошо у нас дома делятся Крайновы, которые живут в своей усадьбе круглый год. При желании и умении свою усадьбу можно превратить действительно в райский уголок, изумляющий своей красотой и оригинальностью убранства. Думается, в гости к супругам Крайновым журналисты наведуются еще не раз. Тем более зазывали эти приветливые люди нашу братью в баньку. А в таком месте и до послепорной отдохнуть – это действительно полный релакс и обновление душевных сил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова